Банковские карты и расчеты онлайн давно и плотно вошли в нашу жизнь. Более половины от общего количества необходимых нам операций мы проводим по безналу. Перевести деньги родственникам, совершить покупку, дать в долг, либо наоборот вернуть взятые взаимосредства. Каждый прошедший через наш счет операции фиксируется в банке. В ряде случаев такие движения могут заинтересовать налоговые органы. Доходы, полученные физическим лицом в виде дарения, как в денежной, так и в натуральной форме, от иных физических лиц, не состоящих с ним в отношениях близкого родства или свойства, освобождаются от подоходного налога, если они были получены в размере, не превышающем установленный законодательством предел в каждом календарном году. В текущем году установленный предел составляет 7521 рубль. По закону получать денежные подарки можно в пределах суммы 7521 рубль в год. Если же сумма превысит этот лимит, то лучше обратиться в налоговые органы, где вас сначала проконсультируют, а после необходимо будет уплатить подоходный налог. На данный момент его ставка составляет 13%. В случае, если общая сумма полученных физическим лицом доходов в виде дарения превысит установленный предел, то сумма превышения подлежит налогообложению по доходным налогам на основании налоговой декларации по подоходному налогу, которую физическое лицо, получатель такого дохода, обязан предоставить налоговый орган по окончании календарного года. Например, если в текущем году, в 2021 году, у физического лица превысит предел получения дохода 7521 рубль, то этому физическому лицу необходимо до 31 марта следующего года, то есть в 2022 году, подать в налоговый орган эту декларацию. Это приоритетное условие, при котором отчитаться о полученной сумме и уплатить налог будет необходимо. Не признаются объектом налогообложения доходы, полученные от лиц, состоящих в отношении близкого родства. Родители, дети, братья, сестры, бабушки, дедушки, супруги. Кроме того, к налогооблагаемым платежам не относят возврат денежных средств магазинами в случае покупки некачественных или неподходящих вещей, а также манибэки по карточкам. Редактор субтитров А.Семкин